приветствую вас друзья я елена кашуркина и это мой взгляд на мир через объектив этот видео влог будет о нашем отдыхе в таиланде на острове пукет вот мы пришли на завтрак значит мой выбор это скрэмбл немножко макароны с курицей и сосиска куриная вот такой салатик сама себе сделала немножко фруктов и чуть побольше фруктов уже не ветчина яичница и рисовый суп точнее он куриный суп с рисом но от курицы там только бульон вот такой наш выбор приступаем к завтраку женя как тебе супчик простенько но таким прекрасным видом мы завтракаем на улице немножко дождик идет все равно проморозит пойдем на пляж такая здесь красивая сочная зелень мы на пляже сегодня немножко ветрено но в общем-то море хорошее ведь и не сильно штормит в общем красота пойдем пробовать водичку ой водичка прекрасная чистенькая смотрите дно видно немножко мусора есть потому что вечером вчера ночью был очень сильный шторм мы даже проснулись сейчас вам вставлю кусочек как это было очень сверкало пропадает дал свет шел сильный ливень гроза и сильный ветер был и мы думали что сегодня море будет волноваться но она не волнуется она спокойная это очень нас радует прекрасная погода теплая водичка просто супер пошла поплавая друзья водичка шикарная шикарная просто супер такая знаете ну градусов 27 вот ну по моим ощущениям как но для сравниваю сочи я сравниваю с дубай но где вот я точно знала сколько градусов вода вот здесь вот градусов 27 может быть даже 28 очень приятно заходить очень легко пляж хорошей пологии вначале но потом быстро очень становится глубоко сейчас я вам покажу мои ноги касаются песка вот я стою и я сейчас вам переверну вот не видите сколько воды ну по плечи тут одно такое немножко неровностях небольшие такие углубления есть вот как на углубление попадаешь ну в общем то можно сказать мне по плечи переворачиваем камеру вот он берег то есть вот получается в начале сколько здесь но метров здесь наверное ну 7-10 максимум вот до вот этого места здесь пологое дно и такого прям метра три четыре пять можно купаться ребятишкам а вот дальше уже глубина становится но для тех кто плавает это очень хорошо то есть ты зашел и сразу поплыл не так как где мы были в эмиратах мы были в аджмане когда там прям долго идешь 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 а там все воды по колено смотрите какие здесь виды потрясающие просто шикарные из-за того что здесь лагуна мы специально взяли это место потому что здесь лагуна и здесь очень редко бывают сильные волны то здесь никогда не штормит здесь вот есть лодочки стоят на фарматоре и вот там за лодочками не знаю видно не видно потом я попробую снять другой камерой а нам более четкий ракурс берет может быть видно будет здесь жемчужная ферма и там они выращивают джемчуг попробую сейчас я приблизить вот видно видно я вижу что видно вот это десятикратное приближение у меня вот там жемчужная жемчужная ферма они выращивают джемчуг и здесь на пляже потом я думаю что мы с вами сходим туда точнее мы сходим а вы посмотрите есть магазин джемчуга в той части пляжа находится вот там где-то но мы еще там не были вчера такой день суматошный был ну заселение скорее скорее туда-сюда и все хочется успеть и на пляж и везде в общем так но стоят лодочки но здесь классно мне здесь очень нравится прям балдею от всего этого такие конечно зелень и очень насыщенная такая прям вся на тяну сейчас сезон дождей это все получается проливается и зелень как оживает как вот как у нас весна вот здесь сейчас такое время вот этот сезон дождей для тая это как раз вот наша весна так скажем хотя здесь всегда плюс 30 всегда тепло всегда хорошо но вот зелень оживает именно в сезон дождей но она и понятно да что когда вас полили вы довольны и счастливы вот виды конечно просто потрясающе ну они потрясающие везде давайте будем честны и где есть море где зелень где есть горы как здесь что крым вы возьмите что я не знаю сочи возьмите везде такая красота здесь конечно что мне нравится то что не очень много народу эти пляж почти пустой сейчас опять начну спрашивать в комментариях где все люди я не знаю где все люди ребят вот пляж такой отель был полный на завтраке было ну полный отель полная загрузка на завтраке много людей ну вот до пляжа дошли немногие возможно из-за того что дожди все сидят ждут что сейчас дождь пойдет возможно люди отсыпаются потому что время только 9 утра и еще может быть отдыхают люди ну не знаю они себе норки роют прям песок выкидывают раз убежал убежал увидели это чудо прикольно я нашла коралл ну в общем то как сказать нашла их здесь много по всему берегу усея на кораллами вот смотрите лежат большие и поменьше их водой они ломаются отрываются и водой выталкивает на берег так вот мой коралл с дырочкой посмотрим на солнышко где у нас солнышко вот так надо смотреть на солнышко вот так надо смотреть на солнышко и загадывает желание смотрите к нам прилетела местная стрекоза но какая-то интересная она когда садится она складывает крылья видите крыльев нет наши крылья есть а это складывает вдоль тела их очень интересная глаза как-то как будто бы назад и хвостик такой интересный голубой это как будто бы отвлекает внимание от тельца на хвостик интересная природа здесь конечно такая необычная необычная в кораллов смотрите какая прелесть интересные такие структуры такие ракушки жалко что нельзя вывозить Таиланд это королевство и все что на земле это собственность короля как и земля тоже поэтому это все останется здесь на острове птица ходит важно очень ходит они так поют громко не знаю что это за птица кто знает напишите может кто-то орнитолог здесь у нас есть было бы интересно узнать красивая она когда летит у нее такой хвост белый а сейчас она свой белый хвостик прикрывает крылышками пум опа просто по улице ходит курочка конечно провода капец только это вот прям сильно говорит о том что мы в Тае гляньте что творится вообще я вам не это хотела показать вообще хотела вам показать вот этот прекрасный залив прекрасное море прекрасную бухту гляньте какая красота мотоциклист проехал весь кайф испортил почему то поехали машины никого не было стояли стояли никого не было тут поехали машины красиво ребят мы пришли на обед вот наш отель стоит пляж и вот здесь вот кафешечка такая на втором этаже мы сели цена здесь чуть-чуть дешевле чем во фламинго ну и обстановка здесь попроще сейчас посмотрим и попробуем что нам принесут во фламинго нам вчера очень понравилась еда достались я особенно своим супом осталась очень довольна я брала том хам если вам интересно посмотрите в предыдущем видео ссылочку вверху вам оставлю и под видео конечно тоже оставлю ссылочку так Жене принесли рис с курицей выглядит симпатично ну так по простому ну порция огромная порция огромная сейчас Женя будет пробовать давай Жень давай Жень папайя хорошо спасибо папайя салат сейчас я тоже буду пробовать Жень ну что вкусно? ну хорошо так я буду пробовать салат и у меня еще том ха опять я себе взяла посмотрим какой он здесь вкусный или нет если нам принесли салат с говядиной Женя заказывал но он не думал что здесь просто одна говядина будет у него сегодня бомбический будет обед но я так чувствую у меня тоже потому что порции здесь очень большие ооо мой там ханик здесь он кстати выглядит по-другому вот я смотрю кукурузку добавлю но там у меня не было кукурузки ладно сейчас попробуем Женя доедает комплимент нам принесли 4 дольки арбузика ну в общем давайте подытожим папайя салат был очень вкусный я его доела до конца томха был очень вкусный я его допила до конца съела оттуда курицу, помидоры, брокколи и морковку ну вот осталось там лемонграсс, лук, капуста ну оно все такое полусвежее поэтому я как бы такой очень вкусно было большая, огромная порция рис уже не хватило сил на жареный рис в общем он оттуда поедал курицу вначале сказал что соус очень-очень острый потом потихоньку-потихоньку он все-таки начал макать туда курицу ему было очень вкусно но просто не вошла вся порция в него и салат из говядины открою крышечку мы закрывали от муху он думал доедать будет вот сколько осталось и лука немножко осталось в общем тоже не осилили он что не любит их сразу надо да, сразу много не брать лучше чуть-чуть добавить потом чем сразу брать столько вот мы просто объелись я не знаю сейчас еще надо до 7-11 до магазина дойти но мы уже наверное покатимся туда смотрите какая здесь реклама спа вот так выполнена а здесь утром горел огонечек и как аромалампа использовалась местные цветочки всякие ароматы очень красиво это выглядит как она работает в моих местах и в Беларуси в Казахстане в Казахстане мы все это получили в Казахстане мы все это не хотели прямо на улице Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Достопримечательность Пукета Вот он, смотрите, сидит Не фокусируется на нем Но я думаю, сейчас мы дотянем Не, видео не берет Вот фото бы, наверное, взяло А видео никак Ну, может быть, потом мы на него съездим Красиво Ребята, я заказала себе кокос Сейчас мне будут делать его Зашли в другой ресторанчик Завтра придем сюда обедать Понравилось меню Понравилась обстановочка Это мой кокос рубят Прикиньте Несут мне кокос Давай, бери У нас сегодня простой ужин Так как обед был очень сытный Мы зашли в местный магазинчик 7-11 он называется Типа Турецкого мегроса Типа Российского, там, я не знаю Пятерочки Или магнита Что-то такое То есть там всякое всячины волнов Самый такой простенький магазинчик В общем, мы там взяли Такую штучку В общем, рис с рыбой в норе Вот такую штучку Запотела, лежала в холодильнике На улице очень тепло Мы сидим на улице Сидим мы на своем балкончике Вот Сейчас будем кушать Значит, не знаю, что это такое Сейчас откроем, посмотрим Так, я себе взяла Вот такой салатик Просто зеленюшка С крабовыми палочками Традиционно уже Такие треугольнички Вкусные они С сосиской и сыром Мне очень нравится Женя взяла себе сосиску На палочке Там же нам ее погрели Вместе с этими треугольничками И я себе взяла Вот такой кокос попить И на десерт у меня будет Вот такая штучка Моти с кремом В общем Женя Что скажи Как тебе? Не знаю Не знаешь? На вторую А она свиная у тебя? Ну, короче, да Какая-то мясная Ладно, все, хорошо Всем, кто кушает Приятного аппетита Ну и нам приятного аппетита Так, уже не дегустация ролла Это как? Его открыть надо? Нет, инструкция Инструкция прям целая Просто так и не откроешь Ну, я не понял Как это работает Ну, что-то нажать Да А, типа, ты вот здесь Сперва отрываешь А потом ты его выдавливаешь Я думаю, вот уже там А И вот уже читается Отсюда-сюда Наверное, первая Да, первую ты выдавливаешь Потом снимаешь с крышку А, а потом снизу дальше Отрываешь Это всегда пошло не так Ага, и вот он ролл Ну-ка, ну-ка, что-то внутри Пока же как В общем, честно сказать Непонятно, что там внутри А мне это еще и пробовать Давай Сейчас Женя нам расскажет Там какие-то овощи, да? Женя, начни мне расскажите Что? Что-то Рыбное Кальмарное Какое-то Ну, в принципе, даже Вкусно? Были страшно, но Вкуснее, чем Не могу показаться Я тоже хочу такое попробовать Так, ребят, я попробовала Это очень вкусно Немножко остренько Это обычный ролл Просто рис здесь подкрашен Вот в такой В темный цвет Ну, не покрашен В соусе В каком-то вымоченном Да Очень вкусный рис Какая-то рыбка есть Еще какой-то соус Внутри То ли капусточка То ли что-то Ну, очень вкусно Прям очень, да Ничего Сколько это стоило, не помнишь? 30 бат 32, да В районе там Все оно так стоило И вот у нас еще Вот такая штучка Есть на пробу Сейчас мы это съедим Я вам покажу Так, ну, а я заправила себе салат Очень нам понравились Эти салатики Прям уже готовые Листья всякой зелени И вот сегодня у меня с крабовыми палочками Вчера был у меня с курицей, а уже не был с краснорыбкой В предыдущем видео можете посмотреть Я рассказывала Вкусная Заправка идет отдельно Сверху пакетик Вот В общем, и заправки на всех разные Попробовала кокос Знаете Такой вкус Какой-то интересный Я не скажу, что он не вкусный Не скажу, что он вкусный Сейчас минутку мотоцикл проедет Извините Вот Напишите, ребята Вот Кто пил кокос Напишите, как вам вкус В общем, какой-то древесный такой Я, конечно Я очень люблю кокосы Все кокосовое я люблю И Я думала Немножко другой будет вкус Я первый раз его пью Ну Здесь как-то Сладкая вода С древесным вкусом Вот у меня такое впечатление Какое впечатление у вас? Кто пробовал Напишите, пожалуйста Вот мне прям интересно Это Может быть у меня какой-то кокос испорченный Или что Я не понимаю Когда первый раз пробуешь И мне просто не с чем сравнить Женя теперь еще С такой штучкой борется Все же так не просто открывается Может быть просто Если ты опытный Тоже верно Не получилось Хотя по инструкции Что-то у меня Морит Пошел вместе с пакетиком Наверняка Порядиться нужно Да как же так Там нори лежит отдельно от риса В этих пакетах Нори лежит отдельно от риса Ты все правильно делаешь Чтобы нори не размокала от риса Потом он соединяется Да, да Потом ты пленку вытаскиваешь Ты просто не дотянул пленку Да, это такая система Ну, я его немножко покалечу Ну, ладно Покалечу Давай, пробуй Расскажи Как тебе Пока только рис И нори, да? А там вообще есть рыба Внутри что-то она ждет Что-то ждет, а ты не видишь А, ну да, что-то есть Рыба прилипает к нори Ну, потому что, да, он сухой И к влажному сразу же прилипает Ты дошел до рыбы? Остро Да ты че? Так, ладно, надо запить Это острое Это какой-то Ну, что-то Соус, открепление Какую-то рыбу Ну, наверное Больше, мне кажется, на креветку Похоже в соусе, нет? Нет, больше на рыбу Что-то рыбное, мне кажется Ну, скажи, тебе вкусно? Самое главное Или ты из-за остроты не понял? Ну, что, хороший рис Что-то острое рыбное Или нори Нормально Нормально Ну, по мне вот Слишком многовато этого риса Да, как-то так Начинки не так много А риса много Ну, я такие у нас В России брала Ну, в Дорильске Я прям брала такие Привозили нам Ну, тоже какие-то А, о, здесь много рыбы Очень много рыбы Прям целый такой кусок Да Ладно Приятного нам аппетита И вам тоже Если вы кушаете Друзья На этой прекрасной ноте Мы с вами прощаемся Желаем вам хорошего дня Хорошего настроения И увидимся с вами В новых сериях Редактор субтитров А.Семкин